Илон Маск, основатель и глава стартапа Neuralink, объявил о планах начать испытания мозговых имплантов на людях в текущем году. Это заявление было сделано во время его участия в конференции VivaTech в Париже. Первыми добровольцами для испытаний станут пациенты, страдающие от проблем с подвижностью конечностей. В прошлом месяце Neuralink получила необходимое разрешение от регулирующих органов США на проведение операции по установке имплантов в мозг. Это разрешение также включает использование хирургических роботов для проведения процедур. Роботы будут просверливать небольшие отверстия в черепе пациента, устанавливать импланты и подключать их к коре головного мозга с помощью тонких электродов. Команда мессенджера WhatsApp ведет работу над новой полезной функцией. Речь идет о возможности войти в несколько учетных записей WhatsApp в рамках одного приложения. Как сообщает WA Beta Info, она позволит пользователям выбирать, в какую учетную запись они хотят войти. При первом создании дополнительного аккаунта он будет также, как и основной, постоянно активирован на устройстве до тех пор, пока владелец аккаунта не решит из него выйти. Эта функция упростит управление несколькими учетными записями. Вместо того, чтобы устанавливать и настраивать WhatsApp отдельно на каждом устройстве, пользователи могут получать доступ к своим различным аккаунтам и переключаться между ними с помощью одного приложения на основном устройстве, уточняет портал. Однако на данный момент функция не активна даже в бета-версиях. Можно ожидать, что вскоре ее смогут опробовать участники бета-тестирования, а затем новшество появится в стабильных версиях WhatsApp. Инженеры IBM утверждают, что практической ценности квантовых компьютеров удастся достичь значительно раньше, чем считалось ранее. Их оптимизм связан с тем, что в IBM впервые продемонстрировали, что квантовые системы могут давать точные результаты в масштабе 100 плюс кубитов. Это означает, что так называемые шумные квантовые компьютеры могут вести расчеты с классической точностью, без чрезмерных усилий по смягчению ошибок. Для создания полностью безошибочного квантового компьютера необходимо каждый логический кубит поддерживать массивом из тысячи физических кубитов. Они будут устранять ошибки в одном единственном кубите и фактически не будут принимать участие в расчетах. Тем самым для практического применения квантового компьютера из тысяч логических кубитов нужна платформа из миллиона физических, а это целый стадион кориогенного оборудования и атомная электростанция в придачу. Новая робота IBM показала, что даже современный квантовый компьютер можно научить исправлять ошибки алгоритмически, без привлечения значительного числа физических кубитов. В качестве испытательной платформы IBM использовала условно новый 127-кубитный процессор Eagle, а в прошлом году компания представила 433-кубитовый Osprey. Оба процессора используют сверхпроводящие кубиты. На системе Eagle была продемонстрирована система спин-офф в модели материала с магнитными свойствами. По мере увеличения масштаба модели квантовый компьютер продолжал выдавать точные результаты даже тогда, когда классические методы вычислений перестали справляться с задачей. Причем добиться такого поразительного результата удалось всего на 100 плюс кубитах. В следующем году компания планирует запустить квантовые компьютеры второго поколения уже на 433-кубитовых процессорах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok